друзья всем привет уже 12 я думаю пора начинать пару минут подождем может быть кто-то опаздывает давайте пока проверим все ли меня видят и все ли меня слышат все ли видят контент контент отлично слышно нормально меня это переживаем микрофон немножко далеко стоит со звуком нет проблем ну что ж тогда предлагаю начать меня зовут максим васюхин я собственно продать менеджер по телефонам производитель я линк и сегодня я вам расскажу и мы с вами поговорим об обновленной линейки вот я линк новая серия т4 с 1 хочу поблагодарить вас что вы выделили нет нет некоторое время для того чтобы присоединиться к нашему вебинару вас принять участие в вопросе вы можете посмотреть там специальная вкладочка есть ну и соответственно тогда приступим да вот мои коллеги же подсказывает ну собственно вот небольшая у меня сегодня и сильно много времени займет небольшой обзор сегодняшней презентации расскажу вам про линейку вообще что что случилось о поводе нашей сегодняшней встречи расскажу что нового появилось в этой линейке отдельно представлю вам новый новую модель телефона она только только появится на нашем рынке у нас вебематике поговорим о т4 линейке т2 линейке с немножко их посравниваем обсудим преимущества той или другой ну и я тут собрал несколько вопросов ответов ну я думаю как раз в этой сессии можно будет все все обсудить вместе вместе с вами ну собственно как вы видите у нас обновилась линейка старая линейка линейка с индексом g на конце и с индексом p ее сейчас уже нет вышла новая линейка с индексом s кстати кто-то уже слышал до того как прочитал новость о вебинаре что линейка телефонах обновилась или вы об этом узнали только из новости про вебинар в чатике напишите очень интересно ваше мнение соответственно как вы видите на картинке дизайн не изменился ну либо практически не изменился это все тот же элегантный стильный дизайн я линк соответственно в моделях в названии модели поменялось только поменялся только крайний индекс сейчас это те же модели там 41 только с индексом s ну и 46 48 с индексом s на конце соответственно собственно выглядят они одинаково модели уже есть на нашем рынке их можно купить они доступны для заказа уже можно можно все попробовать собственно что нового появилось я наверное расскажу вам про 7 основных преимуществ которые выделяет эту линейку 4s поговорим о дизайне о качестве звука о новом кодеке ну как не новом а о добавленном кодеке Opus в новую 4s линейку у новых моделей 42s и 41s появился порт USB об этом поподробнее чуть дальше а линейка 4s уже использует новое программное обеспечение по которой стоит на четвертой же линейке на новый телефон не подойдет ну и собственно в новой линейке увеличилась производительность я расскажу почему и за счет чего и что нам это всем дает какие преимущества ну и пару слов о таком параметре как HIC как я уже сказал 4s линейка сохранила элегантный дизайн линейки 4G и 41b телефона это все тоже стильный дизайн с металлическими вставками в телефоне линейка на наш взгляд достаточно полная она способна удовлетворить абсолютно все требования для руководителей это телефон с цветным экраном с тачскрином я подробно не буду в презентации у меня этого нет описывать технические характеристики по каждой модели я думаю они вам знакомы по 4G линейке я имею ввиду количество сип аккаунтов размеры основные технические характеристики по факту не поменялись это все тот же вся та же G линейка только улучшенная добавились новые возможности ну и некий функционал ну и соответственно на стол обычным менеджером менеджером среднего звена подойдут телефоны 41s либо 42s либо телефон 40G о нем чуть подробнее дальше поговорим вот и соответственно телефон для секретаря Т46С к нему можно включить модули расширения дополнительные с возможностью программирования клавиш для того чтобы секретарь видел соответственно занятость сотрудников там отлично отображаются индикаторы зеленый и красный сразу все понятно ну и соответственно эта линейка эта линейка позиционируется как некая топовая линейка она немножко дороже второй линейки функционалы они чем-то похожи но все таки это уже другой уровень телефонов там очень хорошее качество исполнения пластика и соответственно дизайна когда я говорил про звук я имел ввиду новые компоненты в самом телефоне в новой линейке 4s использованы новые динамики новые микрофоны улучшены соответственно в трубке появился новый динамик он стал еще лучше я знаю о том что были некоторые нарекания у наших пользователей по поводу громкой связи в четвертой линейке по моему даже в частности 48-го телефона я линк об этом знал и соответственно эту ситуацию исправил сейчас используется новый новый динамик громкой связи и новые микрофоны соответственно эта проблема решена уже в новой линейке я думаю что вы даже не заметите не заметите как какого-либо постороннего шума там искажений все работает все слышно и очень замечательно в 4s линейке в новом программном обеспечении появилась поддержка кодека опус кто-нибудь слышал о нем раньше знает что это такое в чатике напишите в чатике ваше познание о кодеках опус кстати интересно какая кто к нам пришел сегодня есть среди нас технари среди слушателей напишите тоже в чатике я пока в двух словах расскажу о том что это такое кодек это собственно что такое кодек кодек это некий алгоритм для сжатия голоса который используется в IP-телефонии алгоритм кодирования и декодирования собственно кодеков сейчас на самом деле достаточное количество и 711 кодеки и 722 кодеки вот вы видите на этой диаграммке сравнение кодеков относить ну она может быть для непосвященного человека не сильно понятна но в двух словах я попробую объяснить собственно опус это достаточно новый кодек ему если не ошибаюсь в 2014 году он у нас появился кодек открытый за него денег платить не нужно в отличие от 729 у некоторых производителей этот кодек чаще всего используется в неких приложениях реального времени я имею в виду различные звонилки например с сайта когда на сайте с сайта вы можете сразу сделать звонок на IP-телефонию чаще всего в этом случае используется кодек опус соответственно сейчас наши телефоны этот кодек поддерживает и не нужно делать дополнительное докодирование переводить из одного кодека докодировать в другой если например вот раньше телефонные аппараты 4G серии этого не поддерживали и на IP-ATS на станцию была дополнительная нагрузка в докодирование сейчас этого не нужно это первое преимущество этого кодека второе то что этот кодек современный он сейчас все чаще используется различными операторами связи в том числе его прелесть в том что он сохраняет качество голоса отличным вне зависимости от пропускной способности канала ну я имею в виду в разумных пределах вот если технологии здесь есть они мне поймут что например там 711 кодек он работает только на хорошем канале там особо нет сжатия на хорошем канале лучше использовать его там 729 кодек лучше использовать на каналах с узкой пропускной способностью теперь предлагается про все это забыть использовать один кодокомпас который прекрасно справляется со всеми задачами и я надеюсь в скором времени в принципе уйдет эта проблема подбора кодеков при плохом качестве связи вопи телефон соответственно новый телефон это поддерживает и думаю в следующих моделях телефонов ялин которые будут появляться в принципе на рынке эта возможность уже будет реализована в двух словах это действительно крутая штука которая экономит кучу времени денег и ресурсов вашей станции не нужно обновлять сервак например если у вас большой поток звонков придет в общем ялин теперь это может пойдем дальше usb порт может кто-то из вас знал может быть для кого-то будет новостью но 48 g телефон и 46 g телефон имели раньше usb порт на себе соответственно этот usb порт сохранился в новой 4s линейке этот порт находится с обратной стороны на телефонах но теперь 41 и 42 телефон также получили этот usb порт собственно зачем зачем же он нужен уже сейчас вы можете делать например локальные записи разговоров насколько я знаю в россии этот функционал очень популярен его в основном используют но саму запись разговоров реализуют на станции но если сотрудник хочет себя лишний раз подстраховать например в каких-то конфликтных ситуациях с заказчиком с партнером а он собственно может подключить usb флешку и записывать разговоры локально кроме этого уже сейчас можно подключить wi-fi дамбл WF40 он называется и подключать телефоны к wi-fi сети опять же в последнее время это становится все более популярным людям надоели провода но опять же тут есть куча нюансов все-таки wi-fi сети у нас загружены канала загружены нужно качественно планировать качественно делать радиопланирование wi-fi уже сейчас можно к этим телефонам подключать беспроводные bluetooth гарнитуры используя опять же специальный дамбл переходник у нас есть есть наличие можно заказать дополнительно нужно покупать не нужно зачем за него платить ну и подключается используется различные гарнитуры различных производителей мы тестировали со многими в антроме джабра точно все замечательно работает практически со всеми моделями ну и в принципе я не помню на своей памяти у меня не было случаев когда какая-то блютуз гарнитуры не заводила честно говоря но если вы такое найдете у нас бесплатно есть техническая поддержка собачка опиматика.ру туда пишите все ваши комментарии ребята вам обязательно помогут все это совершенно бесплатно и мы ждем в четвертом квартале то есть до конца года выхода обновленной версии программного обеспечения в котором будет реализована поддержка USB-гарнитур этот функционал я думаю сильно облегчит жизнь нам всем можно будет использовать гарнитуры не только какие-то специальные не искать там переходники разных производителей разных производителей но можно будет использовать стандартные компьютерные гарнитуры но опять же повторюсь сейчас это находится еще на стадии тестирования официальный релиз новой прошивки мы ожидаем до конца года но но опять же если у вас сейчас например уже есть используйте линейку у себя его планируете при покупке обновить прошивку можно будет буквально три клика об этом я чуть дальше расскажу новая серия немножко изменился алгоритм автопровизм в том числе ну что ж пойдем дальше еще раз повторюсь 41 42 46 48 телефон теперь все имеют usb-код и он функционален в отличие от некоторых конкурентов что касается прошивки я уже тут обмолвался что автопровизм у нас немножко изменился он стал гораздо проще 4 4s линейка телефонов ялинк использует одну прошивку на все телефоны эта прошивка теперь теперь вам не нужно бегать по сайтам искать ссылки где скачать потом разбираться на какой телефон какую прошивку нужно установить 4s линейки эта проблема решена кроме того если вы обслуживаете или у вас там есть большой парк телефонов я бы сказал даже большой парк это больше 15-20 на самом деле сейчас есть проблема когда мы хотим например все телефоны разом что-то в них изменить обновить обновить прошивку например или внести какие-то изменения ну не знаю другого рода связанные со спецификой вашей компании то если это делать из автопровизм нужно чтобы на сервере ftp находились файлы файлы во-первых конфигурации .cfg расширение для каждой модели телефонов второе нужно чтобы была прошивка лежала на сервере для каждого телефона в новой 4s линейке все не так вам нужна нужна одна прошивка все телефоны будут ее скачивать соответственно применять ее будет активизироваться функционал в зависимости от модели и все эта проблема решена я тут разговаривал даже с нашими инженерами по этому поводу есть есть проблемы даже вот мы используем там порядка 30 телефонов у нас в офисе которые администрируются за новое место с 4s линейкой это все делается гораздо проще вот это что касается прошивки ну и соответственно уже используется новая прошивка версии 81 в которой есть Opus которая единая для всех ну в общем я линк не стоит на месте ведет много со временем весь новый функционал добавляет и присутствует в новой S линейке используется новый процессор процессор более мощный как вы знаете у нас IT технологии не стоят на месте они очень очень активно очень быстро развиваются там компьютеры устаревают буквально там за 2-3-4-5 лет через 5 лет это вообще уже не тянет скажем так новые новые возможности новые сервисы которые нам предлагаются в принципе та же история с телефонами я линк не стоит на месте свои телефоны обновляет вот сейчас в новой линейке используют уже новые новые процессоры чего это собственно ну как бы ну добавили добавили нам на самом деле есть чего во-первых мы все привыкли пользователи айфонов и топовых смартфонов например на очень быстрый отклик мы нажали на экран и сразу получили ответ там открылась бабочка открывается приложение новые с линейки собственно примерно та же история это уже такой флагман флагман среди IP телефонов я наверное не покривлю не покривлю что я скажу для всех телефонов это топовые телефоны в них новый крутой процессор в них очень быстрый отклик в них очень быстрая загрузка телефона если вы знаете там телефон телефоны младших моделей дешевые телефоны обычно в них используется ну скажем так самая современная начинка они могут загружаться там я знаю историю других производителей до двух до трех даже до пяти минут может загружаться IP телефон в Ялинк это не так особенно в 4С линейки загрузка телефона очень быстрая отклик очень быстрый вы можете буквально за несколько секунд найти например нужный вам контакт все это происходит быстро опять же если вам нужно перезагрузить одновременно большой парк телефонов ну не знаю какая-то ошибка произошла ну всякое бывает в ежедневной эксплуатации большая вероятность что пользователь даже не заметит что произошла какая-то перезагрузка что-то обновилось все будут работать в обычном режиме соответственно вы не теряете ваши деньги все-таки звонки это очень важно сейчас и вот новая линейка опять же благодаря новым компонентам этому соответствует все очень быстро а в наше время время деньги это очень важно это что касается производительности это что касается я линк касательно хак что такое хак херен 8 компатитбл хэдсэл в россии в россии пока я может быть это и есть но я не встречал никаких возможных тестов для людей с ограниченными возможностями так скажем в европе и в америке этому уделяют достаточно сильное внимание и все мировые производители стремятся следовать этому стандарту и собственно я линк не исключение я линк получил все необходимые сертификаты прошел тесты которые подтверждают что эти телефонные аппараты подходят для людей слабослышащих так скажем для людей которые используют извиняюсь слуховые аппараты что это значит ну я линка само качество голоса в динамике подается в правильных частотах что скажем так не режет слух никак не влияет на не отражается на слуховом аппарате который усиливает потом дальше этот сигнал кроме этого в телефонах я линк правильно настроен настроен на качество ну еще все параметры звука для слабослышащих людей которые смогут достаточно свободно и правильно распознавать распознавать речь динамики казалось бы может быть в россии никому не нужна штука но на самом деле я не думаю что это так это еще раз подтверждают что я линк все таки достаточно как сказать достаточно развитый бренд топовый бренд который отвечает за свое качество это реально так и соответствует всем мировым стандартам и в том числе заботиться о людях с ограниченными возможностями так скажем ну вот собственно семь основных таких возможностей ключевых преимуществ я о них рассказал теперь хочу вам рассказать о замечательной новости у нас совсем скоро появится будет доступна в продаже телефон SIP T40G это собственно тот же телефон T40B только с гигабитным портом обязательно зайдите на наш сайт apimatic.ru в разделе IP телефоны там есть абсолютно вся полная информация касательно технических характеристик достаточно рекомендованных цен розничных на этот телефон сегодня на самом деле такой прям анонс-анонс никто еще об этом не знает на сайте у нас появится информация об этом телефоне буквально сегодня-завтра но вот первые 15 15 людей которые сегодня присутствуют первые вы первые кто узнаете об этом телефоне он совсем скоро поступит в продажу основное его отличие скажем так от 40bp это гигабитные порты и я вам могу с уверенностью сказать что на сегодняшний день телефон T40G это самый дешевый телефон с гигабитным портом в некий E-link сейчас он чуть дешевле T23 G-телефона и соответственно уже уже сейчас можно закладывать его в какие-то проекты уже сейчас можно делать заказы на него я кстати заметил такую статистику и вообще тенденцию скажем так у нас все чаще и чаще чаще заказывают и растет спрос именно на гигабитные телефоны в чем прелесть наших телефонов гигабитных у нас два порта изернет соответственно в первый порт вы включаете вашу локальную сеть интернет а второй порт можно подключить компьютер или вашу ноутбук через второй порт и это будет работать в режиме бридж соответственно вы экономите на гигабитном порте сейчас гигабитные коммутаторы стоят достаточно больших денег все еще конечно тенденция идет к снижению но все таки и установив наши телефоны вы сэкономите как минимум на одном гигабитном порту вашего коммутатора ну и в принципе замечаем тенденцию что гигабитные порты пользуются с большей популярностью большим спросом еще раз повторюсь какие я вижу причины основные ну первое все таки растут растут сервисы количество их растет качество сервисов для компании которые работают например с обработкой видео там и работают с трансляцией в интернет со своих ноутбуков зачастую 100 гигабит может уже не хватать а нужно 1000 гигабит ну а телефон все таки еще пока никуда не делся и не денется телефон должен стоять на столе и для опять же для экономии портов гигабитные порты и обидный телефон имеют право на жизнь и второе второе основной наверное основная причина роста популярности это некое некий задел на будущее я думаю не новость если я скажу что телефон ялинг служит очень долго у нас сейчас 18 лет 18 18 месяцев гарантии на все телефоны мы даем сразу но фактически они служат еще дольше но сейчас компании которые смотрят будущее скажем так уже сразу закладывают и покупают габитные телефоны чтобы потом делать upgrade и снова не вкладываться чем телефоны ну соответственно вот T40G встречайте уже заступим для заказа вот основные моменты по четвертой линейке наверное я рассказал давайте немножко сравним четвертой линейкой и опять же у меня есть одна эксклюзивная новость для собравшихся для слушателей вебинара новость давайте сразу скажу заключается вот вы видите третий пункт преимуществах продленный срок гарантии на сегодняшний день компания Ялинг дает на определенное количество телефонов скажем так в проект какой-то проект где есть несколько моделей телефонов их много ну в общем со всеми условиями я думаю мы обсудим лично лично с каждым но в некоторые проекты Ялинг дает трехлетнюю гарантию сразу на линейку 4S кроме этого то же самое касается 40-ого G телефона и 40-ого P имейте это ввиду и так собственно как я уже говорил вторая и четвертая линейка они чем-то похожи по функционалу и немножко конкурируют но все-таки четвертая линейка это такой более хорянг и вот попробуем сравнить самые близкие модели это второй линейке 21-ой P наверное один из самых популярных телефонов в России сейчас который используется но используется в основном в каких-то небольших компаниях компаний там высшего звена более крупного уровня которая заботится о своем статусе все-таки в основном стоят четвертая линейка и собственно предлагаем аналог 21-ой это 40-ой P самый близкий там разница в цене порядка 10 долларов опять же можете посмотреть на нашем сайте обязательно зайдите 23-ый G это самый дешевый телефон с габитным интерфейсом второй линейки вместо него можно использовать телефон 40G это самый дешевый 4-ой линейки либо телефон 42-ой с габитным тоже он гораздо богаче в плане функционала также обладает габитным портом он лучше 23-ой ну и телефон 27-ой G 29-ой G с габитным 4-ой линейки с ними конкурирует телефон 46-ой S так же как и 27-ом G 29-ом G 46-ом S можем получить модули расширения дополнительные функционал очень похож но 46-ом если сравнивать с 27-ом конечно по функционалу он гораздо богаче там и цветной экран есть и количество сип аккаунтов побольше ну и он более презентабельный все-таки ну и вот дальше на слайде такая небольшая табличка сравнения чаще всего конечно мы используем самый дежевый телефон например и самый дорогой который стоят у руководителей либо у секретарей ну и соответственно в 4-ой линейке это телефон 40-ой для скажем так рядового пользователя для менеджера там уже три сип аккаунта в отличие от 21-ого телефона там эти клавиши линии можно дополнительно программировать какой-то или быстрый вызов например соответственно если нужны гигабитные порты это телефон 40G самая младшая модель с 23-им они очень похожи но как я уже говорил с 40G он чуть дешевле 23-им ну и как топовый топовый телефон например на стол руководителю либо 48-ой телефон огромный дисплей с тачскрином либо его либо 46-ой телефон соответственно для установки секретарю например 46-ой телефон тоже что ну вот так можно глазами пробежаться все-таки 4-ая линейка она более функциональна более презентабельна и сейчас начинает пользоваться все большим и больше спросом опять же учитывая новых персонал который 4-ой в ней 2-ой линейку сейчас у всех телефонов своя прошивка 4-ой линейки нет там одна прошивка все телефоны ну в общем множество множество преимуществ опять же вы можете взять оборудование на тестирование посмотреть сами потрогать можете взять и сравнить вторую но когда мы ходим дальше я собрал небольшие в чате особо вопросов нет но все-таки они могут возникать и я собрал такие самые популярные вопросы которые в том числе мне задавали цена цена 4-е G линейки 4s линейки одинаковые телефон 4s линейка новая новые процессоры новые компоненты динамики и тому подобные но цена осталась та же цена такая же как и на линейке 24 g с этим понятно часто спрашивали про гибридный порт в телефоне P41s насколько вы знаете в старой линейке был индекс 41 p что означает поддержку оя И был телефон 42G. Фактически по функционалу эти телефоны были одинаковыми. Отличие было только в бибидном порту и в количестве SIP аккаунтов. Сейчас у них индекс одинаковый и многие начинают... некая путаница происходит. Ждает вопрос о бибидном порту в 41-ом телефоне. Нет, его нет. Он 41S. Это такой некий апгрейд. 41-ом бибидный порт не появится. За поддержку сервисную, гарантийную, техническую 4G линейки переживать абсолютно не стоит. Все гарантийные обязательства сохраняются. Сервисные центры телефоны принимают, меняют, ремонтируют. Мы производим техническую поддержку. Ничего не изменилось. 4G линейка, если у вас еще стоит на столах и используется, она еще будет поддерживаться в очень долгое время. Будут исправляться различные баги производителям. То есть, ну, про поддержку старых моделей мы не забываем. И мы не являем. Касательно аксессуаров. Телефоны 4S линейки поддерживают все те же аксессуары, что и 4G линейки. Те же модули Bluetooth и Wi-Fi. Те же переходники, там, для включения гарнитуры через 36. И стандартные генетические гарнитуры. Касательно Skype for Business. Кто еще не знает, говорю. Наши телефоны умеют работать со Skype for Business. И у наших телефонов, у телефонов e-link, есть специальная прошивка, которая предназначена для работы именно с сервисами Microsoft. Это специальное программное обеспечение. Вот на 48-м телефоне на слайдике можете посмотреть. Это стилизованные по Skype for Business меню. Это функционал. Это более глубокая интеграция. В общем, куча-куча-куча преимуществ. Но есть одно но. Телефоны 4G, они официально сертифицированы с работы Microsoft Skype for Business сервиса. И вы их можете найти на сайте Microsoft, как рекомендованные для работы. Четвертая S-линейка пока еще находится на стадии сертификации. Но фактически все это работает, и мы отказываем поддержку полную по этим телефонам. То есть сейчас, да, можно купить телефон четвертой линейки с поддержкой, с прошивкой для работы со Skype for Business. Еще один важный момент. Сейчас на 4S-линейке у нас одна прошивка Skype for Business на все телефоны. То же самое, что и со стандартной прошивкой. Раньше в 4G-линейке для каждой модели телефона нужно было скачивать и устанавливать свою версию прошивки. Сейчас она одна, и с этим связано очень-очень много плюсов. Начиная с изменения багов и неисправностей, сразу одну прошивку задели на все телефоны. Укончая какой-то локализации, доработать и так далее и так далее. В общем, резюмира со Skype for Business можно работать, можно заказать, проблем никаких не будет. Ну и про программное запечение я, в принципе, уже рассказал, что используется новая 8.1 версия, которая не встанет у вас на 4G-линию. Ну, на этом все. Спасибо, я старался оперативнее, чтобы ваше время многоценно не тратить. Готов ответить на все ваши вопросы. Давайте задавать, отсудим, если что-то не успеем или сейчас нет у вас вопросов. На слайде все мои контакты есть. Пишите, звоните. Вопрос от Дмитрия сразу по поводу Skype for Business. Ялинк готовит прошивку для работы с этим сервисом. И в ближайшее время это будет поддерживаться. Касательно сравнение с конкурентами, конечно, сравнивали. И могу вам сказать точно. Ялинк, касательно работы со Skype for Business, это сейчас идеальное сочетание цены и качества. Фактически это сейчас самый, наверное, самый дешевый бренд, который работает, действительно имею в виду, из-за 5 телефонов, которые работают со Skype for Business. И по функционалу то же самое. То есть по функционалу мы абсолютно не отстаем, даже у нас есть какие-то свои преимущества. Но по Skype for Business вы можете посмотреть в архивах. Я уже проводил вебинар подробный по 4 же нити. Но я думаю, совсем скоро будет еще один. Вот я надеюсь, ответить на этот вопрос. Пока да, если у вас развернул свой сервис, можете гарантированно использовать наш телефон. Касательно работы с онлайном, я знаю, что сейчас там есть некоторые проблемы в работе. То есть в принципе они подключаются как-то работают, но пока мы не рекомендуем. Совсем скоро, я думаю, будет дополнительный анонс, новость об этом поводу. Опять же, касательно Skype for Business и Microsoft, мы достаточно неплохо дружим с российским офисом Microsoft. Мы компания Epimatic, мы вместе проводили тестирование. Наши телефоны, кстати говоря, стоят в демо-центре Microsoft. Там находится на Лесной улице, это станция метро Белорусская. То есть если вы там бывали или планируете посетить в ближайшее время, вы сможете увидеть там наши телефоны, посмотреть, потрогать, собственно, попробовать их в деле. Либо взять у нас на тестирование, мы тоже все расскажем про камеру. Ну, тогда, наверное, на этом все. Если вопросы еще остались, пишите письма, как говорится, на экране. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. До свидания.